итак ребят всем привет как обычная мобец на связи меня зовут роман и здесь андрюха андрей привет а ребят всем привет да ну собственно до турнира и все еще достаточно много времени но мы записываем заранее будет время подумать да какая-то пища для размышлений а верим разин струк и все файт найт и начинаем с ранних прелимов по сайту юси естественно смотрим здесь конечно свои косяки есть но как бы служа у нас особо не кажется мне кажется об этом можно было не говорить очевидные вещи да махмуд мурадов тревер смит это первый бой я кстати отмечу что здесь тоже ну так достаточно много отмененных боев замену в том числе даже в главном кстати бою и первый же бой здесь у нас тоже замена тревер смит должен был встречаться с алонзом и нефилдом и махмуд мурадов здесь выходит на замену ну собственно тревер смит уже такой боец который достаточное количество боев юси провел мы прекрасно знаем что он у себя представляет 15 9 рекорд боец уже такой достаточно возрастной ему 38 лет ну опять же исходя до из его боев мы знаем что в основном он все-таки любит побороться но в последнее время выигрывает достаточно редко и за последние четыре боя у него только одна победа над крисом комоци ну комоци как бы опять же это такой очевидный скажем так скальп для для боя для бойца который бороться умеет крайние два боя два поражения от элиса теодору и от зак камин с единогласными решениями судей ну я замечу что он год уже не уступал тревер смит и собственно вот после вот такого простой сейчас возвращается вот махмуд мурадов ну заметно моложе дан на 9 лет ему 29 мы с тобой про него совсем недавно говорили он сентябре в самом конце я напомню дебютировал в юси против олесью и дичи рику и выиграл этот бой единогласным решением судей вообще что я отмечал еще предыдущем подкасте его поражение как раз таки давние еще там в четырнадцатом тринадцатом годах они именно с борьбой были связаны но в последних боях мы видим что он очень хорошо этот аспект на натренировал он сам применяет борьбу причем ну как мне кажется он очень хорошо сейчас борется хотя и большинство побед у него все-таки нокаутами у него есть нокаутирующий удар достаточно тяжелый но то что у него развитые навыки борьбы это в принципе я думаю для кого же не секрет да ну из тех да кто видели его выступления ну скажем так основной перформанс который данный боец показывал до юси я думаю уже многие видели кто во всяком случае в таких достаточно масштабных пабликах по слышим единоборствам сидят знакомы с скажем так не слишком стандартными импозантными выступлениями но достаточно заметными ну собственно андрюх коэффициенты у нас здесь следующие и наверное достаточно предсказуемые махмуд мурадов 131 тревер смит 3 и 6 что думаю здесь есть какие-то шансы у ветерана да конечно шансы у него есть другой вопрос насколько он сейчас готов с точки зрения его состояния вернее состояние его здоровья потому что у него все-таки никогда особо такой крепкой челюсти не был он никогда не был бойцом способны переживать большое количество ударов и тем более удары которые можно назвать нокаутирующими он часто падал в нокдауны в нокаутах нокаутах он также бывал но в некоторых боях удавалось выжить даже выиграть но здесь это как по мне это решающий фактор потому что по большей части он минусов особо то и не имеет особенно с учетом его возраста у него весьма такая хорошая физическая форма большие габариты он высокий для этого веса крепкий мощный железный и при этом обладает отличным карби кардио отличной борьбой я не знаю на самом деле если бы он хорошо держал удар из за кого здесь притапливал скорее всего за него бы и перетопил потому что с точки зрения поработать побороться и засушить бой он весьма и весьма хорош и мы это видели уже неоднократно но махмуд мурадов конечно моложе он будет стремиться к досрочному завершению этого поединка может каких-то эпизодах кличу сетки он будет проигрывать но мне кажется все таки в одном из эпизодов треверс пропустит удар который решит исход поединка ну в целом я замечу что мурадов уступать здесь в антропометрии практически не будет это это чисто по я думаю и рук там порода потому что это имя колик количество мышечной массы которая обладает тревер смит с немало кто может посмотреть в этом весе да ну опять же как я считаю все 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 верно как бы ты подметил да действительно треверсмит какой-то прям вот крепостью челюсти мягко говоря не обладает мурадова есть нокаутирующий удар мне здесь видится что вполне очень вероятный исход что этот удар он донесет до треверсмита и все будет закончено в общем если смотреть на кэфа я думаю здесь все по делу какой-то выгоды определенной я не вижу поэтому перейдем к следующему бою просто и следующий бой у нас женский бой здесь две такие достаточно похожие соперницы ливи рената соуза будет встречаться с вирной жардеробой да и здесь тоже была замена я отмечу жардероба должна была встречаться с кортни кейси и ливи рената соуза выходит на замену как я сказал они в принципе похожи это обе бразильянки да обе именно обладают базой джиу-джитсу обе бывшие чемпионки организации инвикта собственно жардероба 14 1 сейчас ее рекорд ей 31 большинство побед она именно с обмишинами одержала что вполне предсказуемо наверное дебютировала против бывшей чемпионки юси карла испарзе бой здесь для нее сложился достаточно сложно да у них были некоторые хорошие моменты но в целом единогласным решением судья она бой проиграла что касается соуза 13 2 ее рекорд ей 28 сейчас лет и в юси вот у нее начиналось все достаточно хорошо вообще до предыдущего боя ну в по большому счету у меня к ней особо вопросов не было потому что вот у нее здесь было поражение от анжела хилл в инвикте но это было очень близкий бой и решение спорное даже само по себе юси хорошее начало да она нас сомнула в первом же алекс чемберс с плитом выиграла фроту но опять же как бы фрота мы знаем она физически очень мощная такая нот в крайнем бою совершенно невыразительные выступления и просто непонятно то есть я я не знаю да в чем проблема там юсада или там какое-то настроение у нее не было или травма но выступление просто ужасное встречалась она с с бряной ван бурен который кстати в инвикте недавно как раз гран-при выиграла и проиграла единогласным решением судей в стойке была просто уничтожена вообще и ну в целом бой очень пассивно почему-то проводила в общем здесь коэффициенты следующий верно жердероба фаворит причем такой достаточно крупный 143 в среднем ливе рената соуса 2 и 9 андрюх что думаешь по такому женскому бою двух джитсер ну здесь я буду однозначно предвзят потому что я после того перформанса соуза который ты сейчас описал не слишком скажем так эмоционально но хочется подкрепить его таким красным словцом для того чтобы всю драматичность ситуации показать но ты наверное уже понял что болеть я за нее здесь не буду в любом случае как бы да каким бы она там андердогом не было какие там цифры не выставили я не могу здесь быть абсолютно беспристрастным я буду болеть здесь за верну я дероба лежать и роба как этом я точно не могу сказать это так местный диалект ну понятное дело с точки зрения визуала внешности эти девушки ну на такого на скажем на любителя там как там поручили жерстки говорил месье знает толку возвращениях поэтому для меня это мой чисто такой принципиальный момент я хочу чтобы не оливия рената соуза понесла кару за те наши страдания которые причинила нам своим предыдущим выступлением ну-ка в целом как я сказал соперницы реально похожи да по своему бэкграунду по своим предыдущим выступлениям другой организации ну ливи рената соуза выходит на замену она немножко по покрупнее кстати но вообще дал именно учитывая предыдущие выступления здесь все-таки очевидно что уже дероба шансов побольше как она на самом деле получится лично для меня предсказать трудно там чего так скажем джиу-джитсу лучше да сильнее поэтому здесь я бы просто не брался предсказывать опять же по коэффициентам наверное вопросов нет и просто я думаю пойдем дальше